На самом деле, минские соглашения работают, и работают прекрасно. Просто не нужно их приписывать им того, чего в них нет, например, о феридеративном устройстве и праве вето, там ничего не сказано. Это первое. И второе, не нужно слишком много внимания уделять тому, что в них есть, и что не будет выполнено никогда. Собственно говоря, минские соглашения, если говорить о реальности, состоят из одного пункта. Это первый пункт, пункт безопасности. Он не будет выполнен никогда, пока у власти в России находится Путин и сторонник этого курса. Потому что после Путина... Как же тогда прекрасно работает, если первый пункт не будет выполнен никогда? Поэтому это соглашение в пункте 1 будет работать постоянно до тех пор, пока не изменится ситуация в России. Это означает, что я имею в виду, как работает. Что он не будет выполняться, будут сохраняться санкции. Я не працюю, не працюю. А вот я... Громад не працюю. Я и говорю о том, что смысл минских соглашений заключается в том, чтобы они не работали, чтобы они заморозили ситуацию более-менее... Конечно, все равно люди гибнут, но заморозили. И больше ничего.